Радует, что в декабре 2021 года мы почувствовали запах русской весны. Впервые за много лет, особенно за последние 30 лет, зазвучал голос русской дипломатии. Вот наши пункты выполняйте, но не выбирайте по отдельности. Или все выполняете, или мы запускаем другой пункт в связи с вашим невыполнением этих пунктов. Правильно? Потому что может быть поздно. Мы не должны допускать 22 июня. Сталин все ждал. А вдруг не будет? А вдруг обойдется? И дождались. 3 миллиона взятых в плен. И полстраны сожжено. Из-за того, что вовремя не дали приказ. Сейчас вовремя. Программу весь мир видит. Что мы требуем. Мы ждем. Мы надеемся. И мы не угрожаем никому. Нам угрожаем. Чужие войска стоят у нашей границы. Оружие завозят на сопредельную сторону. Все как в 1941 году. Все подходят немецкие дивизии. И оружие. Не только немецкие. И венгерские. И румынские. И итальянские. Вся Европа была в 1941 году. И сейчас НАТО. 30 стран. Вся Европа. И тренируют. И диверсанты готовят. Поэтому это очень хорошо. Это радует нас. Вот в этом плане мы полностью поддерживаем наших дипломатов. Но как сказал вчера президент, одна лишь фраза мне понравилась. В отличие от левых партий. Он сказал, что мы не допустим, чтобы это заболтали. Наши предложения. Ибо так может быть. Да потом, да потом. Да встретимся. Да в Женеве. Да Хессинки. Да мы посмотрим. Нет. Или выполняют. Или запускаете другой вариант. Но никогда больше не должно быть 22 июня в 4 утра. Пусть лучше будет. Добавьте. Пусть лучше будет 22 февраля в 4 утра 22 года. Поэтому это год уходит. Год быка. Упёртый. По восточному календарю. А это 22 год тигра. Это рывок. Прыжок. Русский тигр. Не зря же спасали этого амурского тигра на Дальнем Востоке. Вот теперь пускай во внешней политике будет такой же результат. Вот это радует. И только в ЛДПР вклад. Здесь никто не примажется. Посмотрите мои выступления в декабре и в ноябре на различных политических массовках, тусовках. Я это и говорил. Но своим языком. Как надо с ними разговаривать? Что нужно от них требовать? Не надо бряцать оружием. Надо сказать. Давайте выполнять. Отказывайтесь. Тогда мы можем принять другую программу. А какую вы почувствуете? 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22 год был бы годом мирным. Но я люблю правду. 75 лет говорю правду. Это будет год немирный. Это будет год, когда наконец Россия станет снова великой страной. И все должны заткнуться и уважать нашу страну. Иначе они нам заткнут рот и будут истреблять русских спирал в Донбассе, а потом в западной России. Поэтому давайте в этом плане поддержим новые направления во внешней политике России.